Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. О взаимоотношениях мамы и дочери. Ситуация такая, я в браке, у нас дети по полтора года, и мы перед родами переехали к моей маме. Поэтому мы жили с ней после свадьбы год, но тёж и муж не сошлись характерами. И мы сняли квартиру. Квартира оказалась маловато для детей, плюс стало бы накладно продолжать снимать квартиру. За эти полтора года мои муж и мама поругались уже несколько раз на бытовых темах. И в итоге вообще не разговаривали. Мы с мамой тоже часто в конфронтациях насчёт детей. В их год я решила разделить друзей и бабушек. Сам день рождения отметили дома тихо, а на следующий день был снят лофт, аниматоры, торт, шары и так далее. Для друзей, которые хотели поздравить. Помощи и денег от мамы я не просила. В итоге, когда вернулась домой, выслушала много негатива, что игрушки где-то не покупаем, что не занимаемся ими, что нам уже ближе к сорока, а мы не думаем о будущем. Все она молодец, на себе все тянет. И что бабушку квартиру она продаст и будет деньгами в свое удовольствие распоряжаться, а с этой квартиры въезжать не хочет. И вот уже ближе к теме. Свекровь получает новую квартиру и предложила переехать к ней. А сама обещала переехать к мужчине и если приезжать, то крайне редко. Ради внуков. Я хочу маме эту информацию как-то преподнести, но чувствую, что без перехода на личности и обиды не обойдется. Ибо она считает, что муж имеет на меня влияние и вся его семья хочет меня приманить к себе, чтобы я ее бросила. Мама одинокая, с папой развелась давно, мужчины нет и ей и не надо. Всю свою жизнь она во мне видит, сейчас еще во внуках. Но это моя семья, мои дети, и я выросла. Неуверенность, что она это принимает, но в свои 36 я хочу иметь свой угол. А как не давать в своем жизни, традиции свои формировать, а не думать, что я не так помыла. Посуду поцарапала ножи, точив их не специальной точилкой. И слышат, как она полутораготовалым детям говорит, что она устала и надо тут все ломать и царить. Неужели с ней невозможно нормально дружить без обиды? Кстати, о переезда. Она не дала нам ключи от бабушкиной квартиры, так как там нужен был ремонт. А без нее мы даже болты и стену выкрутить не можем, и квартира на другом конце города, далеко друг от друга. Сейчас мы переезжаем в соседний район, транспорт доступный, но она, я уверен, ездить в гости не будет. К чему вот этот последний обзор, я, честно говоря, понял не очень, потому что, ну, как-то вы как будто бы перескочили с одной темы на другую в данном случае, вот, и как-то вот не очень в данном случае непонятно к чему была вот эта вот последняя ваша, 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 значит, что хочется сказать? Мне кажется, что есть факторы, которые мешают вам не, не воспринимать свою маму вперед. Точнее, может быть, и воспринимать ее прямо вот всерьез, всерьез в этом смысле. Но, по крайней мере, по крайней мере, не тратить на это столько сил и энергии, сколько вы, на мой взгляд, тратите сейчас. Сейчас, по моим ощущениям, вот, очень много у вас уходит на это сил, на какую-то вот борьбу, что ли, с ней. чему, что это манишает? На мой взгляд, это манишает, собственно говоря, ваши обиды на нее, собственно говоря, какие-то неоправданные ожидания от нее, и так далее. Мне кажется, что, если что-то есть, такое вот, что могло бы начать, то это вот оно, оно самое. Вот. То есть, необходимо, чтобы вы поработали со своим восприятием, своей мамой, в первую очередь, чтобы вы сами к ней как-то вот может быть более спокойно, что ли, начали относиться. Сейчас у вас это не получается. Сейчас вы не можете относиться к ней спокойно. Сейчас вы жлитесь на нее, обижаетесь на нее за то, что с ней нельзя как-то вот нормально, как вы говорите, дружить. При этом вы говорите о том, что скорее всего, как-то вот если вы ей скажете, да, о своем, вот, допустим, желании переехать, то без ссоры и безобид не обойдется без прихода на личности. Я, правда, не очень понял со стороны кого, со стороны вас или со стороны ее, за нее, понятное дело, вы не отвечаете, потому что она человек взрослый и у нее своя модель поведения, а вот за себя вы отвечаете, как мне кажется, вполне себе, только отвечаете ли ее. Вот в чем вопрос. Понятно, да, что я имею в виду? То есть ваша задача разрешить себе те конфликты и противоречия которые у вас имеются в отношении к ней. Вот. И учиться оставить свои границы, учиться спокойно пробегать свою позицию. мне кажется, это в данном случае едва ли не лучший вариант, что вы можете для себя сделать. Решать, конечно, вам, вне всякого сомнения, но я думаю, что как-то так. Да, вы правы в том, что с вашей мамой действительно невозможно дружить. это прям потому что она мама далеко не сходим родителям, можно именно дружить. Очень много родителей дружить не умеют. Ну, просто потому что не знают как. А в вашем случае ситуация еще более как бы отоглашается тем, что мама ведет смысл как бы своего существования в вас. То есть тут вот проблематика более серьезная. Поэтому то, что вы сейчас требуете от своей мамы являет исключительно вашими переживаниями, вашими желаниями. Но как мне кажется, как вы хотели ее удобрение получить, так как вы думали, что без мамы вы не сможете справиться ни с чем. Так вы думаете об этом до всех пор. до сих пор вы очень зависите от ее, от ее мнения, от ее точки зрения, от ее позиции и так далее. Как мне кажется. То есть психологически вы от нее не сепарировались. Вот и сейчас вы продолжаете собственно говоря эту самую борьбу. Не просто что так вы приехали к ней после свадьбы и гостей. Не просто так. Не просто так. После свадьбы вы приехали к ней и жили с не гостей. То есть вы пошлите как бы да, ну вот все время от нее зависит. Это не случайно. Мне кажется, что не смотря на вашу преимуще, несмотря на ваше такое вот желание скажем так я имею ввиду желание иметь свое иметь так сказать свой угол. Мне кажется, что не смотря на это вы все равно по-прежнему к ней тяготетесь и боитесь остаться без с ней. Вот. А могу ошибаться, конечно, вот, но мне кажется, кажется мне именно так. То есть это вот какие-то у вас страхи есть, какая-то может быть неуверенность в себе, сомнения и прочее-прочее. Что-то такое. Вот обилия опять же. Да? Вот. Идея о том, что как бы, ну, она же мать. Да? То есть вот, что если она мать, то вы должны там, для нее вы должны там быть с ней. Да. Что-то. А чувство вины определенное. Определенное. Спереди, спереди, скорее всего тоже здесь вот, там, невыраженная злость и так далее. Вот. Все это нужно экологично. прорабатывать. Именно что экологично. То есть на психотерапии, да, и так далее. Вот. Ну, мужу вашему тоже помощь нужно, потому что ругаться пожилым человеком можно только по причиной некоторых трудностей, как мне кажется. Вам тоже самое. То есть, ну, то, что вы, как бы, по сути, боитесь своей мамы, ну, на мой взгляд, говорит достаточно о многом. По крайней мере, для меня. По крайней мере, для меня. Так. Вот. Я не претендую на истину, но вот для меня это выглядит таким образом. Вот. К сожалению. Поэтому, если как-то вот суммировать, да, если как-то вот подиторировать, то я бы вот такую картинку бы вам выдал. Здесь. То есть, мне кажется, что он так. Такой аспект. Вы пишите, что значит, я хочу маме эту информацию преподнести, но чувствую, что без прихода наличности я, видимо, обойдется, говорит тебе. А чего вы здесь боитесь больше всего? Что вас тревожит? Старайтесь определить для себя этот момент. Как-то его оприметить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Будь благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам на сейчас работать над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!